Брать, поднимать, или оперировать его, или реанимировать, или как-то вот, что-то с ним такое вот. Серёж, не калека, а мы мёртвые по преступлениям, говорит апостол, мёртвые, мёртвые, мёртвец. Всё, он не больной, не калека, он просто мёртвый. Мёртвый, да. Ну, по-другому никак нельзя согласиться. Если это болезнь и так далее, то как врачевать-то, если больной, скажем. А когда скажем, что скотомогильник, мы как скоты, говорит, были. Мёртвые даже, хуже псов ещё. Златоуст об этом говорит, Господь тоже постоянно, апостолы. Наипачи идите к погибшим овцам дома Израиля. Погибший этот труп лежит, он немощный, что-то сказать. Нету мощи никакой. Ну, вот смотри. Есть человек больной, вот к нему жалость, его хочется вылечить. А есть человек, ну, скажем, вот немощный, мне ассоциация с больной. Он лежит на постели, он не может, не хочется его там, ну, там, как бы больного в больнице навестить. А есть грешник, который вот он прям вот, ну, какой-нибудь там, ну, убийца или ещё, которого вот надо как-то вот остановить более такими вот строгими или обличениями, там, или чем, я не знаю. То есть он явный грешник такой, которому даже вот и жалости не должно быть на каком-то определенном этапе, потому что он какой-то беспокаянный такой совершенно, закостенелый во грехе. Но, однако же, Христос умер за тех и за других и оставил то и другое до жатвы. Вот. Поэтому нам и к врагам своим надо любовь оказывать. Апостол говорит о нас, когда мы были ещё немощные грешники. И нас не лечить надо было, а воскресать. Встань, спящий, воскресни из мёртвых, и осветить тебя, Христос. Но тут деваться некуда, ты хоть себя хоть зажалей, ничего бы не сделалось, если бы Христос тебя не спас. Так бы оставался немощным грешником. Вот Сергей Тушенко, спаси Господи, правильно подметил. Мы все немощные, грех побеждает живущий у нас Христос. Сами по себе мы от греха не можем избавиться. Поэтому, когда человек не поверит в воскресение мёртвых, в то, что Христос воскрес, он и сам не воскреснет от греха. То есть, с его стороны, со стороны погибающего, нужна лишь только вера. Христос говорит, давай я тебя спасу, ты не будешь больше грешить. Ты же истонился уже весь. Но я не верю, потому что, как ты можешь, я сам брошу курить, сам брошу пить, сам, 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 сам. Ну Господь, ну пробуй. Бросил курить, через неделю подобрал, бросил пить, через два подобрал опять. Все, посрамился. Два веры, потому что нет у человека. Самонадеяние даже в деле спасения. Но, вот как вот, хотели же законом оправдаться. Зачем ты за нас умирал? Мы сами, вот, закон можем соблюдать, оправдаться законом, а, говорит, ни один не смог. Своими силами. То есть, нужна была смерть Христа. Смерть и воскресение, чтобы через веру, раз он смог, раз его безгрешного Господь воскресил, он сам воскрес. Так и так, понимать двояко можно. То и мы воскреснем. И от жизни греховной к святой, как пока мы здесь, и там уже, в будущей жизни. Во всеобщем воскресении после второго последствия Христа. К чьим местному это не относится, Сереж, это же, мы не... Не может нечестивец... Христос не может нечестивца исцелить. Он его может только воскресить. А исцелить он может уже верующего, который в падении находится. Ну да, сначала воскресение первое, да. Человек уверовал, родился свыше, потом заболел грехом каким-то. И здесь нужно врачество, таинство истовиде, эпитемия, если нужно, покаяние, пост, молитвы, бдения. И опять пошел человек. Ну, глядишь, опять приборел. Правда? Да. Я правильно понимаю, что духовная, то есть болезнь, это относится только к верующему, можно относить. Ко всем остальным только смерть. То есть мертвые. А духовный, что именно заболел, и лечение болезни, это только к верующим, так что ли? Брат, не ко всем остальным, а к нечестивцам, которые не веруют во Христа. Сколько их там, мы не знаем. Групп нету. Есть верующие, есть неверующие. Вот что творится. Не, ну все, все. Есть верующие, которые терпят кораблекрушение, веря, но тоже невнезапно, может быть, он был верующим, потом начал грешить, его пытаются в церкви остановить, призвать к покаянию. Он упирается, падает, встает. То есть он... А тот, который вообще никогда не верил, то есть он мертвый по преступлениям, он живет во грехе, он не верит, он не собирается ни в чем каяться, он либо считает себя правым во всем, либо... А что ему... Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Зачем ему этот свет? Он дармоед живет за счет других, эгоистов, каянные. Зачем ему что-то там... Ради чего делать добрые дела, допустим? Он все не верит. У меня брат тоже двое, но вы христиане, конечно, вы добрые дела ради корысти делаете, вы царство небесное за нее получат. Ты попробуй просто так вот, поделай добрые дела, как я делаю. Я вот не верю, что меня рая ждет, а я добрые дела делаю. Ну, что ты ему ответишь? Да, корыстолюбивый, да. Я хочу в рай, на меньшее я не согласен. Ну, а как? Бог обещал, я верю в его обетование. Авраам поверил обетованием, что через него это... Уменилась ему праведность, надежда не постыжать. Я надеюсь, что ты меня стыдишь. А ты глупый, что не веришь, что за добрые дела воздаяние будет. Что значит, Бог жестокий в твоем понимании? Что, он не наградит праведника, что ли? Просто так, что ли, оставится? Грешников наказывает, праведников награждает. Так, давайте чат заглянем. Это хула на Бога у него уже, раз он отвергает. То, что Бог вводит, получается, тебя в корысть, когда тебе предлагает благо. Когда он говорит, что ты корыст. Ну, получается, Бог вводит человека в корысть. То есть, это хула уже идет. Может быть. Есть рабское понимание и служение Богу, а есть сыновство. Поэтому сначала мы... У нас один страх Божий, а потом другой возникает страх Божий. Поэтому неплохо делать добрые дела и боясь Бога. Ничего там страшного нету. Только надо от веры веру расти, как апостол Петр говорит. восходить. Да, ладно бы так. Если бы он Бога боялся, то он говорит, что... Ничего он не боится. Он просто меня в пику. Я вообще-то про тебя это сказал, а не про него. Ты же сказал, что он неверующий, а я про тебя сказал. Я тебя как бы защищал. Ну, как бы. Когда он сказал, что корысть, это корысть приобретения Царства Небесного. Да, своеобразная корысть. Но там еще всякие нам заповеди Господь говорит. Возлюбить ближнего, как своего семя. И так далее. Не смотри, что делает твоя левая рука, если правая подает. Так, ну вот, Вячеслав, значит, пишет. Немощный, значит, сам ничего не можешь. Ну, вот Сергей Втушенко тоже правильно. Заметил, все мы немощные. Грех побеждает живущий у нас Христос. Значит, своими силами грех победить невозможно. Немощный, значит, сам ничего не можешь. И вот Евреям, послание 6 глава 4 по 6 стихи. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Это не об этом место. Место некорректно выбрано. Ну, да. Это не об этом и было. Это уже следующее, мы когда говорили о больной верующей, когда смерть... А, ну это так, это да, это правильно. Сергей, ты не успеваешь за ходом мысли занимающихся? Я вообще промолчал, я слово прочитал, но ты сказал, что некорректно, не успеваешь. Да ты к предыдущим уже прочитал. Ну, вы говорите, я же не могу перебивать, конечно. Так ты же читаешь немощный, значит, сам ничего не можешь. То есть, я-то думал, что это говорится о грешниках все еще. А тут уже пошли говорить о больных, об этом-то и речи не было никакой. Это я просто как бы предположил. Значит, ты, брат Игорь, согласен с мнением Вячеслава, что человека немощного можно назвать только верующим. То есть, у него немощь духовная, его нужно лечить. А человеку не... Нет, нет, я не согласен. Это говорится немощные и грешники, это об этом и говорится. Не чистивцы немощные. Они не могут ничего сами, потому что я сказал, они лежат все немощные они. Ну, то есть, больные. Я поэтому говорю, что апостол Павел говорит это применительно. Это же он говорит о том, каким мы были когда-то. Нет, человек умер и стал немощным. Не может он... Он стал больной, больной духовно, в смысле немощный, в смысле не неверующий, а немощный, который душа его изранена какими-то там страстями, бесами. Он верующий, он верит, но борется с грехом. Ему нужна благодать, сила свыше помощь в борьбе с этим грехом. И церковь, и там врачебница. Ты открой, о чем ты прочитал вообще. Вначале ты контекст открой. И на основе контекста давай смотри. Да там мы уже от контекста ушли. Там слава... Давайте дальше. Пойдем. Видишь, ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом. То есть он говорит о том, когда мы были нечестивы еще. То есть это не говорится о больных верующих. Не об этом тут речь, а о том, что когда мы были нечестивцами, не знали Бога, были немощны для духовных дел. То есть уверование во Христа. Ну, я вот почему вот это слово немощный вспомнил. Помнишь, мы приходили с тобой, брат, к храму в каком-то в московской патриархии раздавали там вот визиточки-то, звали на занятия. А батюшка там вышел. Ну, что вы тут еще к ним лезете? Они у нас такие немощные. И я вот это слово запомнился. Ну, вот я им еще помню, что сказал, говорит, да они у вас ничегошеньки не знают. Вообще, темный лес, тьма суеверий. Вот, ты меня еще тогда укорил. Я говорю, зачем ты это лес-то? Я не мог не молчать. Я говорю, ну, как, как, как меня так так возбудило, что, если ты пастырь, ревец православных, а овцы у тебя пастырь только номинальный. Никакого там ничего и нету. Ходят, свечки ставят, и больше ничего. И вот, ну, слово немощное, она вот у меня, вот, вся деть, что такое ассоциация, что мы немощные, не трогайте нас. Ну, они на самом деле нечестивые, а это истина нету евангельской. Так что... Сережа, ну, если про немощь говорить, то такую высокую планку Христос поднимает. И святые тоже говорят, что с сатаной надо не бороться, а только побеждать его, понимаешь? Бороться с сатаной нельзя, он победит тебя. Поэтому, ну, слово немощь, это какая понять немощь? Ну, встань, овечка, отряхнись и дальше иди. Только об этом речь идет. А это, что за нем? Немощь какая-то там начинается, приболел там духовно, надо еще поговорить. Так, ладно, пойдем дальше. Римлянам 5 глава, 10 стих. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Толкование. Хотя, казалось бы, говорит здесь то же самое, но умозаключения через сравнение различны. Выше говорит о нашей греховности, и потом добавляет, что мы оправданы, через сравнение заключает. «Кто оправдал нас, грешников, своею смертью, тот тем паче спасет оправданных». А теперь, упоминая о смерти и жизни Христовой, опять сравнительно умозаключает. «Когда мы примирены кровью и смертью Господа, то как теперь не спасемся в Его жизни? Ибо кто не пощадил Сына Своего, но дал Его на смерть для нашего примирения, тот не тем ли паче, теперь спасет нас Его жизнью». Пожалуйста, вопросы. А что, текста нету или что? Что-то текст писали. Текст видно? Ну, видно, да. Римлянам, 5 глава, 11. Так вот, поэтому вопросы есть по стиху? То есть, то, что смертью примирились, а теперь вот спасемся жизнью Его. И вот вопрос такой, как бы, толкователь дает, что кто не пощадил Сына Своего, отдал Его на смерть для нашего примирения, тот не тем ли паче, теперь спасет нас Его жизнью. Что значит спасет Его жизнью? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иван Галитана, 3 глава. Вот это вот непонятно. Тот не тем ли паче теперь, ну, Господь спасет нас Его жизнью, то есть жизнью Христовой. Ну, Христос сейчас, как понимать эти слова? Или дальше идти читать? Христос живее всех живых. Что тут еще? Он всегда с нами. Но Он умер. Он умер и воскрес. То есть воскрес жизнь у Него появилась. Для нашего оправдания. Дело в том, что Он еще придет, не забывайте об этом. Тогда было бы написано, «Спасет нас Его воскресеньем», то есть веру в воскресенье, или как... А тут жизнью, то есть надо, наверное, смысл такой, что нужно жизнь такую вести. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Сережа, ну, передайте, я не разговариваю о смерти. Ну, тут, чтобы показать, что это противоречие, то есть это противостояние показывает, говорит, что жизнью. Потому что Он теперь живый. А для нас Он, как не было Его, когда мы не знали Христа. То есть смертью Господа мы примирились с то, что за наши грехи должен умереть. Возмездие за грех смерть. Мы по грехам нашим достойны смерти. Да и аминь. Мы с этим согласны. Но мы-то хотим жить вечно. Помнишь, как ты, брат Игорь, говорил, что вот у тебя были... Сережа, но его жизнью с большой буквы, его жизнью, это Христос. Он начальник жизни. А жизнь только имеет одно понятие. Вечная жизнь у Христа. Поэтому и вы будете воскрешены, как говорит апостол Павел. Будет еще говорить. Первый коридор. Нет, но он же еще Христос говорит, я пошлю вам другого утешителя, Духа истины. То есть она от Отца и Сына исходит. Или там через Сына от Отца, кто как, там по-разному толкуют католики православные. И он говорит, Царство Божие внутрь вас есть. То есть здесь, на земле, она тоже жизнь. Либо она христианская, либо мы христиане, тогда мы спасемся. А если мы христианами при этой жизни не станем, то никакого спасения нам и примирения, естественно, не будет. То есть можно уверовать в его смерть, примириться с Господом, принять крещение, а потом вести жизнь богопротивную, не христианскую. Никакого спасения не будет. То есть, я думаю, спасет нас его жизнь. То есть жизнь, она в Евангелии написана, как написано, так и ты поступай. Помнишь, как один подошел, искушая его? Кто твой? Ближние вопросы всякие там задавали. Еще там. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного на крестную смерть. В скобках я тебе скажу. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. На крестную смерть отдал Его Господь, а теперь вы будете спасены Его жизнью. Ну, то есть, Ваше, что значит Его жизнью спасены? Как понимать это? Ну, вот если о смерти мы, Его смертью мы заплачены за наши грехи, то Его воскрешением, Он и нас воскр... Как Он воскрес, так и мы воскреснем. То есть Его жизнью, как Он... Воскресение – это жизнь. Да, воскресение – это жизнь. Все понятно. Идем дальше. Римлянам 5, глава 11 стих. Аллилуйя. И недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Толкование. Не только спасены мы, но и хвалимся Богом, потому что спасены тогда, когда были нечестивыми, и спасены кровью единородного. Хвалимся же Господом Иисусом Христом, ибо Он – источник нашего примирения, есть источник и нашего хваления. То есть вот еще и про похвалу идет речь здесь. Впереди про жизнь, то есть еще хвалимся Богом. Апостол Павел хвалился «Я более всех вас потрудился, говорит, не я, впрочем, потом дальше возвращать, но благодать Божия». И начинается славу приписывать не себе, а Богу. То есть нам тоже всегда нужно христианам не забывать об этом, дабы вот в эту самость или гордыню какую-то не впасть, что думаю, что мы своими силами от греха от какого-то избавились. Сережа, можно тут еще подметить? Я думаю, что здесь апостол как бы так говорит нам, что мы всегда прославляли Бога, хвалимся Богом, видишь, говорит. А Христа никто не знал, Господа нашего. И теперь, когда мы вот так спасены жизнью Его, то есть Он воскрес, ну все для нас сделано, и Господь даже Его на смерть отправил, то теперь мы точно так же, как Господа Его прославляем. Это для того, чтобы, знаешь, как символи веры, Бога истина от Бога истина и Духа Святого, Господа истины уже творящего. То есть, чтобы ко всем трем лицам Престой Троицы, ко всем ипостасям, относилось все, что подавит Господу от нас. Ну, что мы можем сделать? Хвала Богу обычно, а теперь хвала Иисусу Христу, хвала Духу Святому. То есть, каждому отдельно и в то же время вместе единому Господу слава в веке веков. Аминь. Еще добавлю. Христос на кресте прославился. То есть, Его сама крестная жертва явилась источником Его прославления. И здесь как раз это апостол Павел говорит, что Он есть источник и спасение, и источник сам, и хваление Его же. То есть, Он всему источник, вот эта Его крестная жертва явилась всего, для нас явилась всем источником этого. Прекрасно подмечено. Римлянам 5.12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Толкование. Сказав, что Господь Иисус Христос обравдал нас, обращается к корню зла, к греху и смерти, и показывает, что тот и другая, то есть грех и смерть, вошли в мир через одного человека, Адама, и опять одним же, с большой буквы, человеком Христом устранены. Что значит, в нем все согрешили? То, что все согрешили в Адаме. Как скоро Он пал, то через Него сделали смертными и не евшие от запрещенного древа, как будто они и сами пали, потому что Он пал. То есть, помните, на том занятии мы говорили, что вот по наследству от Адама нам передается вот это вот смертное, тленное существование, стареющее. первородный грех, первородный грех, который ведет нас, даже если мы не грешим, но мы все равно умираем, потому что Адам согрешил, согрешило в лице Адаме все человечество, и все человечество сейчас смертное. До тех пор, пока это человечество, или некоторые его члены этого человечества, уверовавшие в воскресение Иисуса Христа безгрешного. И через веру эту теперь человек рождается свыше и живет уже не грешит, как его прадед Адам. И он надеется опять войти в жизнь вечную. В ту жизнь вечную, какова была у Адама до греха падения. Правильно рассуждаю. Ереси не улавливается, что сказать. Вопросы бы какие-нибудь еще. Вот он, собственно, вводит в это понимание, которое мы говорили, что мы живы его жизнью. То есть он готовит к этому сейчас, что мы как смертью Адама. и приобрели смерть, то есть наследовали. И сейчас он готовит вот к пониманию того, что Христос его жизнью мы приобретаем жизнь. Еще хочу подметить, вот тут слово смерть появляется у нас как-то так, как будто это какой-то человек, какая-то личность. И вот это смерть и Господь так законом поставил эту смерть над нами, если мы не исполним того, что он скажет. Вот закон такой и все. И теперь эта смерть в других всех людей входит, сколько бы их не было людей, как бы они не прятались в пещерах, хоть где, хоть в самых лучших зданиях, ничем не закроешься, потому что закон все. ты грешник, а раз ты уже родился от грешника, то вот она и здесь. Вот она с косой без носа и пришла чашу последнюю пить, давать. Римлянам 5, глава 13-14 стихи. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над не согрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Толкование. Апостол хочет доказать, что и не евшие от запрещенного древа и не грешившие подобно Адаму по причине греха его так же сочтены согрешившими и умерли. Доказывает же это так. Грех царствовал до издания закона, то есть и прежде закона. Какой же это был грех? Грех от преступления закона? Ну, как мог быть такой грех, когда не было закона? Грех тогда меняется, когда есть закон, и люди преступающие закон, по необходимости называются грешащими. Однако смерть царствовала от Адама до Моисея, то есть до издания закона. Значит, был грех, через который смерть царствовала, если бы не было какого-либо греха, который удержал бы смерть, она не царствовала бы. Поскольку же доказано, что греха от преступления закона еще не было, то остается, что то был грех Адамов, через которые смерть царствовала и над теми, которые не согрешили непосредственно, ибо не получившие закона и не приступившие его, не называются согрешившими, но согрешили в подобии преступления Адама, и сделались причастны падению его, как пралца, который есть образ Христа. Ибо как древний Адам сделал всех повинными в его падении, хотя они не пари, так и Христос оправдал всех, хотя они не сделали ничего. Но за что так еще раз ибо как древний Адам сделал всех повинными в его падении, хотя они не пали, те, которые люди до Моисея, они все равно виноваты, все равно умирали. Так и Христос оправдал всех, хотя они не сделали ничего, за что следовало бы оправдать их. То есть смысл понятен. Вот почему он есть образ будущего, то есть Христа. То есть те люди, которые до Моисеева закона не согрешили, но все равно умирали. А это было наказанием от Бога за то, что согрешил Адам. Так они же не грешили. Вот раз Адам согрешил, то и вы умираете. Смысл как бы такой. Сережа, подожди. Сейчас это неправильно пойдешь осуждать, я вижу. Все согрешили уже и после Моисея, после издания закона. Просто там закон показывает уже другие действия. Здесь один закон был, не ешь. И все, и пошли все грешить. И теперь все, все, все и от Моисея им до нас дошло это. То есть все, все первородным грехом заражены. Не только до Моисея. А те, которые получили закон, они еще и через закон наказываются. Вот в чем дело. Но они наказываются за преступление закона. Если нет закона, то нет и греха, нам толкователь говорит. Нет греха, раз нет закона. Какой грех, если закона нет? Читаем вторую главу книга бытия. Если вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. Все, закон готов. Там что, надо тебе писать, что это я тебе даю первый закон, что ли? На тебе скрижать с одной. Каин не вкушал от этого древа, однако ловер. Так и сейчас умирает. Не, значит, что Каин вкушали от этого древа. Закон был, да. И сейчас умирает, и после Христа умирает. Это дело-то здесь он акцентрирует на другом внимании. Он просто показывает, вводит наперед человека, чтобы понять, каким образом Христос искупил всех людей. Ну, то есть, кто в него уверен. Там люди как согрешали и погибали, это все и сейчас, и тогда так же все остается. Он это просто показывает образно. Просто дело все в том, почему немножко неправильное рассуждение ты начал. Потому что как бы ты сейчас бы договорился до того, что закон, который дал Моисей, можно было бы им спастись. А им-то тоже спастись нельзя было. Хотя закон был дан для того, чтобы показать праведность пред Богом. Но это был где-то водитель ко Христу. Но они не понимали этого иудея. А Господу надо было показать Богоизбранный народ свой. Это для проповеди тоже было. И только один его исполнил. Ну как кажется, это Яков брат Господень. У него от коленопреклонных молитв колени на ногах были как кожа у верблюда. Мы его потом убили там, сбросили с храма и так далее. Он был первый епископ Иерусалима. Ну это так по житиям святым. Я не то хотел сказать. Я хотел акцент сделать на слово сделал. Вот здесь вот сделал и здесь сделали. Ты говоришь, они согрешили до закона, все равно они сделали какой-то грех. Я спрашиваю, какой? Ты говоришь, ну, вкусились с древа. Я говорю, нет, не вкушали. Какой грех? Ты ничего не сказал. Но все равно все согрешили. Ну, грех греху ротит. Но здесь не об этом речь. Вообще, а то мы сейчас уйдем. здесь правильно Вячеслав подметил, что здесь как бы в пример вот тех людей, которые греха не делали, но пали, ну, в смысле стали умирать, так и вот эти вот, которые после Христа, хотя они не сделали ничего, за что следовало бы оправдать их. То есть, они после Христа грешили и оправдание, ну, они что, что они сделали? Они что, покаялись в грехах? Нет. однако, Христос оправдал их. Как оправдал? Ну, и вот дальше, вот почему он есть образ будущего, то есть, Христа. Кто он? Адам образ Христа. Да. Именно в том, что как в Адаме все согрешили, и образ, как в Христе все живут, вот это, в этом он образ будущего. Он образ будущего Христа, только тот в обратном направлении, а этот в смерти, а этот. Вот как вот они, свидетели Иеговы, у них ересь такая, если человек не может один умереть за всех, а это ересь, а здесь, ну как, никакая это не ересь, то есть, они не верят в то, что вот Христос Бог, свидетель Иеговы, и доказывают, ну как один за всех может умереть, это же невозможно. То есть, если человек согрешил один, то и за него тоже один-один, равноценно, око за око, зуб за зуб, такое вот они несут. Сергей, они признают, что Христос их всех спасает, почему? Просто они говорят, что Сын Божий. Как совершенный Адам, так и совершенный Христос мог спасти только нас и все. Совершенный был Адам. Поэтому Бог Отец послал Христа совершенного, безгрешного, искупить грехи наши. Ну, я не знаю, я вот с такими общался, которые утверждали, что когда я доказывал, что Христос есть Бог, они приводили мне в пример, доказав, что никакой Он не Бог, потому что Он один, они доказывали, что Он человек, что Он творение, потом, ну, что Он Сын Божий, никакой Он не Бог, и Он не может за всех умереть. Он только за одного может человеку умереть. Ну, вот такое у меня, помню, было разговор. А здесь толковать, она говорит о мужестве. Ну, там, твои, может быть, светили иеговы, там, как-то у них по-другому там, учение может быть, там, где-то в чем-то верят, а где-то в чем-то не верят. Главное то, что они не верят в божество Иисуса Христа. Верят, что творение может прощать грехи. Как может прощать грехи творения? Творец только может прощать грехи. Бог. Свидетели иеговы, они все одно и то же говорят. Если ты неправильно понял, то это еще ничего не значит. Поэтому, давай дальше. Игнать Тихонич, хочется слово. А дальше у нас вопросы уже. Час прошел, давайте закончим. Вопросы, Канай Тихонич, пожалуйста, задавайте. Он, он руку тянул. Они не глядят. Я тяну полчаса. Пожалуйста, Игнать Тихонич, вам слово. Включайте микрофон. Как говорится, теперь друг другу. Микрофон включите, Игнать Тихонич. У нас тут, когда мы поселились, где я нахожусь, а у Дубунова было два котика, Барсик и Марсик. И они так дрались, вот лежа, на боку лежат. Утром встанешь, вся территория с шерстью затянута. Они так рвали кусками. Вот, а чтобы у нас так не получилось. Барсик это не он на меня был. У меня только Марсик был. Барсик это сосед. Получил по заслугам. Нечего чужое жрать. Наша экономическая территория была, да? Так, не увлекайтесь. Я просто хотел сказать, чтобы у нас не получилось так, кот-кота рвал, а мы друг друга. Рассуждение хорошее есть, правильное. Я же наблюдаю, смотрю. И вот там на одном месте вы топтались, топтались, раз 20 повторили и так и не сказали. Спасаемся жизнью его. И никто не спросил, какой период жизни. Тут вопрос-то один надо поставить. Жизнь Христа до распятия и жизнь Христа после распятия. Мы спасаемся теперь, когда мы уже спасены, то есть оправданы. Он нас возродил. А дальше-то мы стоим на месте, это на земле, а теперь для райской жизни, чтобы мы спасаемся жизнью его. После воскресения никакой жизни мы его не знаем. он вдруг является, говорит, накормил, ушел. Подражать нечего. Апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Значит, Христу можно подражать, но вопрос, в какой период жизни Христа мы можем подражать ему? И в чем именно? Где он был по сверхъестественному, ходил по водам, ну иди по водам-то. Петр подверзнул да потонул. Значит, нужно смотреть то, как он говорил, как он свидетельствовал, как стремился помочь. Подражайте мне, как я Христу. И вот здесь мы жизнью его, подражая ему, спасаемся. Там мы веровали, когда были грешниками. Умер за нас, когда мы любили грешниками. У нас ничего путного не было. И он в это время нас, то есть, не конкретно, я не пришел в это время, но он умер. И толковать ничего не надо. То, что толкует, это кто-то там, Пепелак. Он говорит по снисхождению нашему. Это те вопросы, которые не толкуются. Я уже не раз про это говорил. Не залазьте туда. Оттуда живым еще никто не вышел. Почему? Просто у тебя черепная коробка съедет. Это вере не поддается. Мы верою постигаем. Тот смысл имеется в виду, говорится верою. Мы доверяемся, что так было. Но верою мы ничего не постигаем. Это нельзя. А как Бог? Я смотрю, а где Бог? Он на кресте был, а в преисподней и преисподней был, и на небе, и на небе. Он все собой наполняет. Ода, Бог, державина, когда считаешь. Вот в этом весь смысл. Нам никогда не понять сверхкосмической, сверхпланетарной здесь фактор тот. Силы греха и силы спасения. Два закона. Вот тут вы правильно рассудили. Один закон смертный. Водами все умирают. Водами. В нас переходит его же кровь. И семя жены мертвой уже входит. И дитя на пуповине висит. Все смертное. Счет начался уже в обратном порядке. Мы говорим, такой-то человек жил сто лет. Мы берем первый год жизни и окон. Конечно. Какая жизнь? Он еще с ложечки ел, да под себя ходил. А он уже смертный. Он уже смертный. Иначе бы он не умер. Не родившись уже умирает. Водами все умирают. Это закон перехода. И вот на этом апостол Павел объясняет. Вот так же и жертва. Первый Адам перстный. Перстный. То есть из глины сделанный Адам красный переводится. Красная глина там была в раю. Он дунул дыхание жизни. А второй Адам Христос с неба. Вот это вам только надо было сказать и поверить в это. А почему? Потому что Адамова безгрешная. Потому что если бы от кого-то зачался как Иса у других говорит ну как-то родился от человеческого он был бы смертный. Закон тот не вошел в него. Закон смертности. Он Адам второй не первый. В Адаме первым умирает все. И рыбы и птицы им все что окружает его умирает когда казнят хозяина казнят все. Допустим Мардахей с Аманом схватились они бились там два змея как это было показано им два дракона и он погибает и сразу же вешает всех сыновей его а они ни при чем они никакого отношения к этому не имеют. Вот и Иуя Бог послал наказать царей а он сразу знает у одного семьдесят сыновей ну много женства было и он сразу кинул клич кто за ними ходит евнухи завтра чтобы были головы здесь они в корзинах принесли две кучи большие наложили это подчиненность греху а могли не делать да могли но меч уже занесен и он опустится и проклято удерживает меч от крови здесь нужно не говорить а задуматься и прошептать Господи я ничего не понимаю я знаю никогда не понять но я принимаю это я принимаю так и есть а можешь доказать я и доказывать не буду потому что это тайна великое благочестие тайна зачем говорит то есть эта тайна открыта благочестивым а в чем что они умолчать умеют я вам говорю не по написанному по пережитому но считаем мы первое коринфе нам 3.16 Бог явился во плоти показал себя ангелом и дальше заканчивая проповедование народом вознес самославие это тайна благочестия а благочестие это не аморфное понятие оно заключается в сынах Адама Богу это неприменимо поднимите сигнал тихонечку маленько и вот вот о чем здесь жизнью спасаемся подражая ему в любви сострадательности в божественном умножить хлебы да Игорь зачем бы нынче склад-то строил взял да переломил хлебы и наполнил полный гараж не получится возноситься не получится и поэтому жизнью его которая доступна по человечеству не по божеству это понятно и поэтому теперь когда речь идет уже во Христе во втором Адаме точно так же сверхпланетарное сверхкосмическое то есть я это слова употребляю для того чтобы показать что если бы была не одна земля в космосе а таких земных шаров было бы миллион и миллион было бы на каждом грешников скопировались с земли все так же было бы и этой жертвы Христа хватило бы как падение Адама сделало смертным все и вот интересно я просто прочитал это нам хотелось бы узнать вот на высоте допустим 20-30-100 километров ну и даже 350 где летят космонавты а какой состав там кисторода нет водорода нет а какой состав и что они нашли а как да пробы-то взяли взяли пробы исследовали спектральный анализ сделали больше всего похоже на формалин вот никогда не ожидал а что формалин вы врачей спросите она скажет покойники плавают в формалине я переплесчик реставратор и чтобы правильный раствор сделать это сделаешь кашицу из муки варишь добавляешь клея для прочности и формалина добавляешь чтобы ни одна насекомая тварь не съела книги эти ну и немножко глицерину чтобы она кусками не шла а была мягкая глицерин такой ну как медузу заколол и вот это теперь когда мы это знаем вон в чем дело это дальше земли распространилось я говорю то что не на земле и вдруг стали писать знаете говорит вот особенно по утрам в каждом регионе везде эти которые следят там за космосом за все а может метеорологи там тоже что-то раздаются звуки похожие на органные трубы и на высоте примерно 300 километров ну приборы позволяют сделать что это такое и главное записывают и я слушаю орган играет молитвы святых даже толковать не надо молитвы святых почему утренние ранние молитвы а днем днем говорит не прослушивается вот штука-то какая и когда мы даже научные открытия рассмотрим во свете Библии мы ужаснемся и замолчим как Евгер говорит вот я я говорил не разумею чего говорил полагаю руку на уста мои вот так вот он закрылся все молчу Господи молчу вот мы даже и так благоговейно относиться ничего не толковать вот это тот самый момент апостол Павел однажды объяснял одно дело и надо объяснять дальше а он не стал объяснять на вопрос ну ты ответь Павел а ты кто что споришь с Богом замолчи и загнаться никак нам ли отсутствовать никак в английском языке стоит год фобит вместо никак написано Бог запрещает еще крепче понятно Бог запрещает рассуждать на эту тему а какая тема а вот как раз там об этом и вещи идет об грехе и как его рассматривать надо и ты должен только повторять эти слова и может быть чуточку по поверхности заденет так Христос умер за всех водами все умирает я это сказал я в интернете успеваю это сказать а теперь умер и не делами закона закон все не предусматривает а по благодати доброе дело не из-под палки делается а делается по доброте вот есть такая книга год девяносто третий называется Викторий Гюго готовится восстание он тайно привозит оружие все восстание смерзует ненавистный там монархический режим коротко сказать но в это время рядом загорелся дом и там видно в окне дети и он забывая обо всем хотя за этим стоят тысячи людей он бросился в пламя огня и вырвал детей оттуда в это время готовится убивать тысячи людей убивать пушки как они закрепили их и и проще я тогда ничего еще этого не понял но я понял в армии прочитал думаю что-то за этим есть он сигирден как-то так его звать восстание поднимает ему нельзя нигде показать а он тут засветился сам детьми и революция была отменена по крайней мере на время и здесь мы что прочитали ни звука мы можем подражать в отдельной части спасаемся почему апостол Павел говорит теперь спасение к нам ближе чем когда мы уверовали а вот как раз этот стих и говорит он возлюбил нас верою и умер за нас и верою я принимаю это усваиваю а дальше а дальше эта вера мне помогает смотреть на жизнь Христа и жизни его спасаемся вот кратко все сумел ли я кого-то убедить или как не знаю думаю вряд ли это просто надо в молчании пережить неоднократно что замолчали то да или нет аминь сверх того то от лукавого я ничего не толковал вы никогда не говорите что я что-то толковал я не толкую я просто говорю научиться молчать и сравнить одно место с другим я его четыре места писания открыл эти четыре места теперь раскрыли приоткрыли как бы сказать тайну эту почему говорит Христос воплотился во плоти а впереди написано тайна благочестия я сколько спрашивал никто не знает благочестие это как явление которое распространяется как кислород в человеке который отдался на служение Богу и благочестивым открывается а не счастливый мудрец говорит как называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного Бога вменили в образ подобный человеку вот надо тоже это помнить никогда за грань не заходить я неоднократно повторяю с католиками я никогда не спорил о Филиокве никогда а почему это тайна если открыл Бог эту тайну произнеси ее благоговейно и замри не надо спорить драться вы рассуждали в общем-то все правильно по частям но до конца не договорили так а если бы об этом не говорили как вы верите молчите там и так далее то вообще бы я поднимал трес Вячеслав-то меня заметил я сидел и трес рукой вот так смотри ее видно сейчас а вы друг друга то там марсик да барсик хорошие вы ребята я так рад когда говорят тут мне в интернете заходят сегодня вот здесь как раз сейчас зашел человек Виктор Ярош вот сидит он и с бородой все как надо я попросил чтобы с женой пришел он в первый же день пришел как он пришел на наш канал сегодня у меня три человека из разных регионов один кажется Днепроззержинск не выговоришь сразу как Брежнев с третьей попытки слово Азербайджан выговаривал так здесь один с Комсомольска на Амуре а я в Николаевске на Амуре служил и тоже там считает это и кажется Алексей а один еще не сделаешь поэтому приписывать ну это знаешь с натяжкой да я я тоже был среди этих братьев которые там были как один отвечал я не стал лукавить я сразу сказал я не знаю а вот признание в незнании открывает путь к знанию вот тут еще хорошее выражение относительно спасем с его жизнью что вы несколько раз там заходили на этот рубеж вы поняли поняли в принципе Сергей он он хотел это сказать да как раз таки прямо рядом были а я сижу и думаю ну сейчас скажет и мне говорить нечего будет ну а что воскресенье Христово мы тут неправильно что ли сказали я не понял правильно воскресенье а больше мы не стали рассуждать просто и все мы не можем подражать там я говорю какая часть жизни кого если мы говорим о Павле подражай Павлу как мы говорим как подражать он говорит подражайте мне как я Христу до какого периода с периода когда он в Дамаске ослеп вот с этого периода можно подражать а до этого нельзя вот у Христа точно так же подражать когда взирая на кончину жизни подражайте вере их 13.7, послание к евреям, взято эпиграфом к 12 томам Дмитрия Ростовского, к житиям, которые проповедовали слово, а из тех, которых канонизировали, почти никто и не проповедовал. Я сижу, только улыбаюсь. Всем нравится, что написал-то, а подражать-то не надо. Надо убежать от мира, спрятаться где-то, корешок один, как этот говорит, пескариками спасаться, думаете. У братьев Карамазовых там это не спасетесь, по полтора пескарика на день. Апостол Павел как будто наперед знал, он говорит, умоляю вас, умолял, как будто наперед знал, что они будут подражать. Да. Мы даже воображать. У меня вот стихотворение я разослал, позавчера кажется. Ну и там сразу заговорили, говорит, апостолер всегда задает вопрос. Это я не помню, кто сказал, то ли Наталья Усатова, или Сергей Евтушенко. Он, говорит, спрашивает, вот с вами Бог встретился, какой бы вопрос ему задали? Богу. Так у меня стихотворение на это, без всяких поздно было написано. Он ко мне зашел, Христос, сидит у меня на табуретке, и мне Библию дыханием листает. Ну, помните, кто тут отзывы дал на стихотворение? Такое стихотворение, его не назовешь стихотворением-то даже. И он ушел, я размышляю, там, да я могу прочитать сейчас. У кого стихотворение нет, то прочитайте. Я боюсь, я закрою, тогда не зайти туда уже. Ну, ладно, вопросы. А ну-ка, Сергей Евтушенко или кто, прочитай. Вот, послушайте. Я на стихотворение смотрю, как будто я к ним никакого отношения не имею. Во. Прочитай, Сергей, у тебя получится. Эпиграф, прочитай. У него с микрофоном проблема, там, нету микрофона. Да, считай, у тебя нету этого слова-то такого. Вячеслав, прочитай стихотворение. Иоанна 14, 23. Иисус сказал ему в ответ, Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, И отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. О, это все эпиграф. И дальше считай стихотворение. Так, сейчас мне его... Я в таком виде... Пускай там стоит на месте, не надо уносить. Считай, продергивай кверху. Следи, кто за ним. Так, сейчас, секундочку. Опустить надо. Сейчас мне этот, вот я уберу. Мне надо чат открыть большими, чтобы мне большими буквами было. Давай. А, вот так, вот так вот, вот так вот. Сергей, вот так, да. Ну надо подержать, вот так, теперь считай. Меня спросили, что бы я хотел у Господа повыпросить, в чем не согласен. Повыспросить, в чем не согласен. Бог у меня в гостях на табурет присел. И у меня вопросов нет. Все стало ясно. И все. О чем мечталось и ждалось. Не чаялось, чтобы сбылось воплотилось. Но посетил, как мытаря Христос. И все вопросы испепелила милость. Вот так. Все разрешилось, как бы само собой. Отпущенное время истекало. Душа свободно пела. Не была рабой. Все рабство из души ушло по капле. Вот так. Не высказать, что сделалось внутри. Не в теле, нет, не в сердце. Много глубже. Когда Иисус со мной заговорил. Слова его вошли сначала в уши. И в жилах. Нет, не те слова несу. А много глубже. И прочней стократ. Как будто бы уже свершился суд. И мой Господь со мной. Он лучший брат. И разделения не было между нами. Нет, нет. Настолько близко-близко, как одно. Вошел привычными библейскими словами. Которые люблю, уча давным-давно. Меня спросили. Было то во сне не наяву же, а по сонной мерке. Но стало именно тогда ясней. Христос тот свет, и перед Ним все меркнет. Мне кажется, мы так и не расстались. Он рядом, наклонившийся со мной. Своим дыханием Библию листает. Прохладу создает при искушении зноем. Господь нам хорошо и на прогулке. Не покидай и в тягостом труде. Напоминание милости в колечке круглом. И в полукруге радуги молись и не робей. Ну как? Да. Вот такое дело. Нет, дальше написано, что я тут несу. Говорю, нет, какое-то здесь слово такое есть. Тут дернули, не видно сейчас. Я говорю и сам говорю, нет, это много глубже. В сердце нет, много глубже. И вот в этих рассуждениях надо Богу довериться. Он только Духом Святым тебе разъяснит это. Это много глубже, чем в уши вошло. И даже тут как бы сам себя осуждаю. Что я несу-то? Как это? Вот я прослушал это и первый раз его как будто вижу. А уже больше, наверное, 10 лет, как написано было. Чья-то милость коснулась. Итак, вопросы. Игнатий Тихонович, разъясните насчет колечка круглого. Ну давай. О чем речь? Что означает кольцо? У Экклесиаста так прямо написано. До коли кольцо не разорвалось, там, в цепочке. Это означает жизнь. 365 дней. И опять первый. Все круг в круговую идет и идет. И вдруг где-то разорвано. Вот сейчас, допустим, я родился 1939-го. Буду тире. А тире. А за тире ничего нету. А вот за тире теперь все дело состоит в этом. Какая дата? А я на этой дате-то каждый год. Ну, допустим, я умру 5 января. Умру 5 января. Ну, я 5 января встречаю уже 80 раз. Я не понимаю, как 5 января приходят, у меня что-то такое есть. Душа затоскует как-то. Охота куда-то уйти. Закрыться и молиться и плакать. А я не могу объяснить. А почему? Я говорю, не знаю. Вот у нас тут знакомая, не какая-то знакомая, а у батюшки, матушка Людмила. А ее там тетка или кто-то. А сын у ней на одну ногу короче был. И он лечился. Операцию сделали. Еще хуже стало. Он сделал револьвер. И пришел где-то к начальнику, работал. И прямо в кабинете застрелился. А мать его работала уборщицей в другом месте, в другой организации. И вот когда он выстрелил, а она убирала в это время, она вдруг упала на пол там, пол, и заплакала. Начальник подошел. Ты что, и спроси мне? Я не знаю, ревет, что-то такое у меня там. А что-то может быть? Да не знаю. Он никому не сказал, что это сделает-то. Я сейчас забыл, как знать, Валентин или как. Матушка знает это дело. Почему? У меня родной брат. Родной. Иосиф Тихонович. И жизнь ему так подкатила, что он жить не хочет. И у нас предбанник в бане, русская баня. Там я шкуры выделывал. Барана своих держит, а я шкуры научился выделывать и выделываю их там. Крюк в балку ватул и крюк сделал деревянный. Он пошел и на этот крюк повесился. Мать моя, а это дома, ну, метров пятьдесят в огороде. А она спит ночью и вдруг вздрогнула, проснулась. Я, говорит, дальше я не помню, как я летела в огород. Говорит, темнота. Я спотыкается. До бани добежала. Зачем я несусь? Я ничего не пойму. А там в бане-то предбанники дрова рубили-то. Она свет-то включила, а он висит. Она как топор схватила по этому деревянному крюку, как ахнула, он сразу упал. Ну и оказалось, что он только-только-только. Что ее подняло с постели мать? Почему-то мать рыдала. Вот так, когда Господь посещает на доброе или что-то, бывает, грубый человек, он ничего не знает. А бывает так, висит, ты разуйся, всю зиму ходи лобуши-то. И маленькие камушки под ногами ты чувствуешь. А когда ходишь босиком все время, даже нужды никакой нету. Говорят, насколько достоверно, я не знаю. Были раньше гонцы, они бегали босиком. У них подошва была такая, что можно было подковывать, как коня. Вот штука какая. И так на руках мозоли нарастают. И так душа, когда грубеет, и она не чувствует нежного прикосновения Духа Святого. Мы должны принять на слово и другим так говорить. А как это объяснить? Никак не объясняется. Бадами все умирают, во Христе все живут. Всё. Вот так и отвечай. И радуйся об этом. Непонятно? Проси Бога. Вот у меня интересно было. Когда я готовился освободиться, не готовился ещё, сидел. Но я понял, как важно быть одному человеку. Вот у католиков все священники один раз в году должны собираться и отдельной кельей быть. Сейчас я не знаю сколько, неделю или... Ну, не меньше недели. Отдельно один, чтобы он размышлял, подумал. И я также подумал. Это всё я уже знал. И думаю, я вернусь. И где-то, где подумал, на балерине. У меня там есть трёхэтажное сооружение. Балерина называется. Башня, летняя резиденция, Игнатий начальник. Абреватура, первые буквы. Башня. Она такие... Дерево кривое, ноги кривые, такая высокая. Ну, я назвал балерина с кривыми ногами. Я думаю, я возьму с собой ведро воды. Возьму кирпич хлеба. Поганое ведро. Запруся и никому не открою. Каждый год буду по неделе там сидеть. Ну, в размышлениях, поплакать. Ничуть. По сегодняшний день ни разу не получилось. Мой плод крюками захватывает и тянут к берегу. Ты нужен. Ну, и всё. Поплыл. А я-то думал, сколько раз, как я так же запрусь, уединюсь. Ниоткуда не слышно голосов. Я буду там молиться хотя бы недельку. Я-то здесь в интернете сижу. Утром молимся, на показ всё. Но мы не на показ молимся-то. Ну, люди так поймут. А когда отдельно где-то, да ещё и годили я сейчас, не знаю даже. У меня сейчас и желания нет прятаться. Вырубило меня как-то. Я панику такую поднял, тут затрясло всех. Интернет не работает. Мне срочно выставлять. Каждое утро люди ждут. Худо или бедно. Но 43 миллиона просмотров, это цифра. Цифра. И поэтому мне каждый день нужно быть здесь. Ответы и прочее. И вдруг не работает. Вот, как говорят, я из-за металл икру. И Господь дал людей. У меня сколько этих программистов работает. Вот сейчас пришёл один, Вячеслав оттуда. Третий на работе. Четвёртый запасной. Минимум четыре профессиональных. Не просто как-то. А-то Бог так делает. Я так боюсь всего. Боюсь там, где от меня зависит что-то. Я боюсь с компьютера прикоснуться в другую точку где-то надавить. Вот сейчас СКО начитывает. Вы на меня скидывайте. Мне надо, чтобы не спутать, в какую папку положить. Потом закачать. Это только ночью. И утром рано успеть поставить. Да проверить, в ту ли папку и положил. А-то там-то оказалось кое-где не в ту папку бросили. Ну, это беда-то небольшая. Вопросы. Вопросы есть? А какие вопросы? Это уже 37. Мне-то до слова-то не надо давать. Я, видишь, куда развился, как, говорит, море по берегам, без берегов. Мы только рады. Ну, вот так я поделился чем-то. Я ничего тут. Хвалящееся написано, хвались Господом. Я хвалюсь Господом, как он бывает близок, когда ты располагаешься к этому. Меня очень часто читает псалтырь. А я слышу. И бывает одно слово, ну, буква одна не так. Я сразу останавливал. Сейчас не стал останавливать. Это вы знаете наизусть? Не знаю. А как вы узнали? Не могу объяснить. Мне это не дано. Но я называю перфокарта. Там, знаете, шарманка, когда играет. Звуки попадают в определенное. Дует на какую-то клавишу. И у меня здесь точно так же. Я не могу это объяснить. Вот Библию берут, считают. Не только псалтырь, а любую книгу раньше было. И я сразу, сразу останавливаю. Неправильно. Он считает. Опять неправильно. Третий раз. Я тогда беру Библию, смотрю. У него напечатано неправильно. Я тогда берусь на дальние издания первых годов. И гляжу там-там. Я сказал правильно. И вот и запомнили. Не знаю. Не могу ответить. Я многого не знаю, что делает Господь. И не пытаюсь узнать. Просто благодарю. Просто плыву. Знаете, влюбленность такая во что-то. Если человек ничего не любит нигде, это понятно. Я опять же сошлюсь на Шолохова, Михаила Александровича. Поднятая целина. И он там, Давыдов сел с одним там и поехал. А тот едет потихоньку так. Он на него там говорит. Ну-ка дай бич туда. Ну-ка дай. А он, председатель колхоза, сел-то. А он повернулся к нему за сиденье-то. А ты мне дашь руководить своим колхозом-то? А чего ради? А почему ты у меня бич хотел взять? Ну, да чего ж так едешь-то? Кони-то хорошие. Они побежали. А тебе мной не командовать. Ты командывай своей бабой. У тебя нет её? Ты вон с Нагульного, с Лужкой встречаешься у Макара. А он так и поехал. А вот теперь-то и разговор. Он говорит, когда я был маленький ещё. Ну, маленький-то не маленький, но уже лет 15 было ему. Я немножко коснусь. Просто вам интересно будет это узнать. Моёго отца за что не знаю. Как будто бы он что-то с чужой женой там был. Его отец. А там два брата её и муж, наверное. Они его поймали, этого отца. И они его били, пинали. И там он полуживой дополз до дома. Отец любил лошадей. Всегда ездил. И отец уже почернел, вес лежит. И потом говорит, сынок, приведи лошадь. Залезти не смог. Он подержал её. И всё. Говорит, больше мне никак. Ну, вызвали священника. Кто тебя бил, то он никому не говорит. Исповедуется. А я, говорит, взял под кровать, залез. И когда исповедовали, и он сказал священнику, кто его угробил, отца. Ему там печень, всё отбили, почки. Я, говорит, узнал. Когда ушёл, я потихоньку выполз из-под кровати. А отец, ну, день прожил, и он умер-то. Я, говорит, там где-то что-то продал. Ягнёнка там. И купил ружьё старое. И взял запасов. Ну, там, патронов пять. И стал подкараулить. А ружьё только, говорит, осечку даёт. Да, на другой раз, в третьем раз только стрелял это. Я, говорит, пристрелял его. И теперь подкараулил там на покосе или где брата одного ухайдакал. Стал караулить другого, который убил. Ну, говорит, а если бы осечка была, значит он бы меня убил. И он обоих братьев убил. А к чему я это рассказываю? Вот с тех пор, я, говорит, на лошадях быстро не езжу. Потому что я вижу перед собой смертельно больного отца. И так, так что ты, Давыдушка, мной не командуй. Его как звали Давыда? Вот, я не знаю. Семён, кажется. Это вот Шолохов описывает. Это очень трогательная картина. Простое дело. Так он взял в руки. Ты знаешь, говорит, если все мы одинаково будем. А черешок у бича. Видишь, какой гладкий-то. Мы все как оглобля. А вот ты там путаешься с лужкой. У тебя какой-то отросток там. Ну, начинает говорить. Мы все разные. У нас разные таланты. Нам так полезно друг с другом быть. У меня сегодня один человек встретился и говорит, а я работаю на металлургическом комбинате. Ох, как я сразу взыграл. Вот это мужик встретился. Ну, и долго там не наработаешь. Ну, это мужик. Стопроцентный. С большой буквы. Там, может быть, плавка какая-то идёт или что-то. А то у нас боятся рукой ударить где-то. А это работает на металлургическом. Ему есть что вспомнить будет. У меня свой определитель человека. Если там он работает и всё остальное говорит, я присматриваюсь. Серьёзный мужик. Приятно познакомиться. Так, вопросы? Игнатий Тихонович, хочется Вас слушать ещё. Давайте тогда молиться. Нам было хорошо сегодня вместе. Спасибо. Да. Спасибо. Благодарю вас. Знаете, я говорю, а как вы это знаете? Открыто надо жить. Вот когда говорят, я боюсь, что под запись. У меня этого нету. Меня там и батюшка, все, как говорят, придавливают. Ну, я люблю это открыто жить. Мы жирные братья. Ну, ещё стыдиться-то. Ну, где же ничего нету, ни интимного, никакого. Нету, прячутся как-то там. Ой, нехорошо это. Да кому это надо? Ээээ, ты не решай за всех. Я как-то написал статью. Тоже, к слову сказать, недавно разбирал тут всё. А у меня всё сохраняется. Все квитки, билеты. И письма. Копия всегда есть. Переплетаю. И целый мешочек лежит там, эти маленькие такие квитки. Я открыл их, а это мне платили за мои статьи когда-то. Я уже забыл про это. Я писал в разные газеты, в журналы, и мне платили за это деньги. И вот я одну статью принёс, она у меня помещена в моей книге «Для слова Божия не туз». А там посмотрел кто-то, редактор говорит, о, такая статья у нас не пойдёт. Почему? Да кажется, проклят человек, который надеется на человека. Это взято из Иеремии. Я про Ленина там писал. Ну и что? Вот тут-то самое главное. Я им возьми и скажи, а вы не решайте за людей. У вас сколько подписчиков? Почти 100 тысяч. И вы что, всех знаете, как думают? Опубликуйте статью, вы посмотрите. И статья оказалась не просто статья, её выставили на конкурс. С ней там поехал журналист, где-то за Уралом там было, конкурс. И она какую-то там премию первую, что ли, словом взяла. Я вот как заговорённый в этом вопросе. Кто-то что-то напишет, там незначительное. Где-то какой-то конкурс, первое место. Что-то там ещё надо было. Опять коснулись, первое место. Это Бог так делает. Я как-то иду, такой рослый, метр девяносто, наверное, офицер идёт, подполковник там. Увидал, руки поднял, обнял. А вы знаете что? Я о вас всё не думал. А почему? А меня, говорит, военкомат вызывает. А я тогда в то время был капитаном. Я где-то сделал не так. А тут перед самим ходом военкомата мы, говорит, с вами встретились. И вы поговорили о Боге, сказали. У меня как-то сердце так утихло. Ну, я думаю, сейчас мне раз нас дадут. Да лейтенант-то какой-то я сделал нехорошее. А меня, говорит, майором сделали. А его фамилия Акимов. А брат у меня отец Аким. В другой раз, говорит, иду, вызывают опять. И вы опять встретились. И меня, говорит, подполковником поставили. И встреча ваша какая. Вот сейчас я иду, не знаю, только генералом, наверное, ставить будут. Я-то при чём здесь? А вот совпало. Ну, посадили. Поверьте вашей, говорит, будет вам. Надо жить интересно, красиво. Плакать надо учиться, но уметь с плащущими плащи, с радующимися радуйся. Плакать легче, чем радоваться. Говорит, прошёл огонь, и воды, и медные трубы. А что самое трудное? Медные трубы. Огонь и вода – это страдания. Надо мной прошли все воды твои. Ты бросил меня в печь, переплавил. Тут понятно, что пленение – самое трудное, плен. Не война трудная самая, а плен. А третье – это трубы. Это означает тебя восхвалять, будут говорить по телевизору, показывать. А ты устоишь тогда в этом или нет? Когда я насчитал златоуста, то священники собрались. Ну, просто видно, что завидуют просто. А к вам гордость не подходит, что вас сейчас по всей стране слушают. Это аудио было. Я говорю, а как я могу узнать? Ну, как же. Архиереи слушают там, и представители власти, и КГБ, и везде. А знаете, у меня зуб болит. А мой портрет напечатали в австралийских газетах. И мне легче станет от этого. У меня зуб болит. Так и здесь. Я знаю свои болячки. Где про меня, что говорят, мне это не надо. Я знаю только сейчас в интернете примерно 220 роликов. Специально по заказу против меня. Против там. Из моих же роликов берут и делают. Ну и все, пускай. Любая, знаете, антиреклама. Есть реклама. Может быть, это еще более сильная. Когда про меня стали говорить, там, дворки другие, рождественские, там, всемирные чтения в Москве. А я утром встал. У меня всегда, ну, 250 человек приходит в день на форум. На форум-то. А тут подошел. Да не 250, а 25 тысяч, кажется. То ли система сбилась. Ну, в сто раз больше-то не бывает. Я не знаю там во сколько, я примерно говорю. Оказывается, в этот вечер они меня там костерили. У них 17 выступающих было. И одного специально дали место. Анна Владимировна какая-то. Дунин Сергей-то, священник-то из Томска-то. Он материал подготовил-то. Про лагерь промой, то есть ковырять-то сейчас. А получилось, дали рекламу, которую я сам себе дать не могу. В одну ночь буквально размело все, сколько людей прибыло. Они говорят, их заинтересовало. Это что, такой лагерь есть? Это такие люди работают-то? Ну, а тот такому сказал, тот другой. Их поднаперло столько. Ну, они и ушли все. Через день их меньше стало. Ну, все, давайте молиться. Достойно есть и кого истинно. Блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорощенную. Матерь Бога нашего, честнейшая Херувима, славнейшая без сравнения с Ерахимом. Безысление Бога, Слово Росшее, Сущую, Богородицу Тя величаем. Я вот смотрю здесь, кого я тут, может быть, и не знаю толком, но я знаю. Так, Надежда, помолись кратко. Слышишь, Надежда, помолись кратко. Ой, слава. Сколько здесь? Ну, давай, раз ты уже вышла, давай. Слава Отцу и Сыну Секому Духу, где ныне преснули тебе кухонь. Слава Богу, аминь. Неплохо. Сто процентов третья ступень славословия. Хотя я имел в виду Надежду другую. У нас сестры, все в платочках. Братья с бородами. Видите, как можно постепенно. Все уладилось. С Богом, помоги Христос всем. Спасибо Христос. Слава Христу. С Богом. Виктор, срочно что-нибудь есть, нет? С Богом. Виктор, спасибо большое за беседу, за то, что вы рассказывали. Очень все интересно, даже вторая часть. Вторая часть была интереснее, чем первая. Ну, это значит, у нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Да, спаси Христос. Я еще дело в том, что не очень привык, в общем, говорить то, что надо, и делать то, что надо. Вот в чем дело. Ну, это опыт. Даже в воскресенье я выхожу, я в своем доме живу, я выхожу в воскресенье, знаю, что делать ничего нельзя. И все равно пройду туда-сюда, по двору, по огороду, и потом ловлю себя уже на том, что я что-то делаю. Вот так. Да ну, может быть, где-то мало, так уж сильно-то. А то бывает так, купят булочку какую-то, а она там смазана была маслом. Ну, может быть и маслом. Что уж так это? Ну, главное, мяса там не было. Мясо было, вытряхни и съешь пирожок. Ничего с тобой не будет. Понял. Можно так дойти до парисейства. Ты прошел с любовью, что-то поднял, может быть. Ну, бывает так, ты в это время пошел, а у тебя лямка оторвалась у рюкзака, а тебе надо нести. Ну, и воскресенье возьми и пришей, ничего не будет. Крыша продырявилась, а дождь пошел. Надо разумно все делать-то. Фанатичное, это не ругательное слово. Но бывает именно в таком понятии глупость, фанатичное, бездумное. Меня вот фанатик зовут, да? Фанатик это готовый умереть, фанатус, смертник. Это здорово. Но, когда говорят, то бывает и так. Вот верят, то безрассудно. Надо смотреть, это можно, это... А можно ли, нельзя это, а там может масло есть. А может быть и есть. Растительное масло. Ты из-за растительного масла начинает... Ну, может подмазали где-то там, когда угодно. Не бойся, лишнего там не натолкают. Они делают все как дешевле. Да, все это, все правильно. В общем, ну, надо смотреть. Смотреть в оба, потому что могут чего-нибудь натолкать такого, что неприлично потом будет их сказать. Да. Сейчас он и конфеты с какими-то ликерами, и все остальное. Вот знаете, вот 220 роликов против меня. И вот встреча с вами здесь для меня перекрывает хотя бы было еще больше против меня роликов. Потому что там говорят, люди ничего не знают или по злобе. А это люди по любви. И просто все светится. Вот я вел занятия одновременно в пяти университетах, институтах. И вот пришел ректор самого крупного университета в Барнауле технически. 21 тысяча студентов. Сейчас больше, говорят. Из 18 стран, кажется, только присылают сюда студентов. Ну, это ректор. Ректор это как директор. Про ректор это заместитель. А это ректор. Он заходит на занятия, а мы как бы арендовали аудиторию. И платили, а потом не стали платить, а потом еще нам и подарки они стали давать. И вот он зашел, а потом мне говорит, а что это за люди у вас? Я говорю, а что? А вы ничего не видите? Я говорю, нет. Да люди-то у вас в аудитории-то сидят, и лица, лица светятся. Он зашел, у него тысячи студентов, и он заметил. Вот мы здесь вели занятия, где я сейчас нахожусь, во дворе. Стол стоит под березой, под елкой здесь. И приехал тут директор красного магазина. Красное название. Это был самый крупный магазин до перестройки. Исаев. Он только зашел, а мы занятия... Он остался, а что это у вас тут? Я говорю, а что тут? А вы ничего не видите? Я говорю, нет. А какая аура у вас здесь? Какая светлая, радужная аура. Он по-своему. Ну, эти разные экстрасенсы говорят. Понимаете, людям со стороны открыто. Я говорю, здесь люди свободные. Люди верующие во Христа, которые исповедуются, причащаются. Мы этого не видим, а люди это видят. Я вот сюда захожу, я опоздал сегодня, не мог тут перерабатывали. И на душе я не могу выразить словами. Какая-то умиротворенность, радость. Будто братья там спорят, а я вижу, что у них искрометно так... Они касаются друг друга, то она дальше не залазит. Все правильно, по делу. По делу-то расширить. Ну, надо уметь вовремя остановиться. Я точно такой же, как они. Ну, все у меня. Иннатий Тихонович, я хотела спросить, у Надежды Васильевны есть скайп? Ну, теперь все уже, она отошла. Нет, ну, просто, чтобы с ней пообщаться по женским вопросам. А вы на нее сейчас выходите на нее. Я никуда не ушла. У меня сейчас... И вы прямо на нее выходите. Лапкина Надежда. Я же здесь. Почему ты, говоришь, ушла? Ну, нам надо закрывать-то. Вы будете друг друга только слушать, а так все слышат. А, ну, конечно, конечно. Ну, вот и все. Ну, Игнатий Тихонович, спаси Христос. Отходим. Отходим. До новых встреч. Аллилуйя. С Богом. Спаси Христос. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Слава Христу. С Богом. Спаси. Спаси Христос.